Авиамодельный спорт высокотехничный, требующий знаний в разных областях науки и техники, очень зрелищный и увлекающий. Им действительно заболевают раз и навсегда. Так случилось и с нашим земляком Александром Данч. Сегодня Александр проживает в Кишиневе и мечтает возродить этот спорт и в Гагаузии. Я хочу сказать, что Чедерлунга является одним из таких очень сильных гнезд вот этого вида спорта, которые в 70-е, 80-е годы были одни из наиболее развитых. Каждый Чедерлунгский мальчик ходил в станцию юных техников в свое время и занимался самолетиками, корабликами, ракетами и так далее. Сейчас я вот проезжал и видел, что там сделали хороший строительный магазин. Я думаю, что он очень хороший, но детское техническое творчество погублено. Александр Данч с инициативой возрождения авиамодельного спорта в регионе поддержали власть автономии и торгово-промышленная палата в Гагаузии. Исполком Гагаузии, я думаю, депутатский корпус, все мы вместе поддержим это начинание. Один представитель Гагаузии будет участвовать в чемпионате Европы. На одном из этапов мы уже выделили 4000 лей. Сейчас мы еще на это мероприятие выделим. Сегодня мы проведем здесь один из этапов Кубка Молдовы по авиамодельному спорту. Это радиоуправляемые копии самолетов, которые воевали во время Первой и Второй мировой войны. Мы сегодня будем иметь возможность наблюдать воздушный бой даже. Все, кто пришел на Чедролунский аэродром, увидели разнообразные модели самолетов и сложные фигуры высшего пилотажа. В рамках второго Кубка Молдовы участники состязания решили сразиться в небе. Для них первым делом самолеты. Видимо болезнь с детства. Я начал этим заниматься в 14 лет. Она уже не лечится. Супруга пыталась бесполезно. Мы постоянно участвуем в различных соревнованиях. В частности, по большей части это бывшая территория СНГ. То есть это Россия, Белоруссия, Украина. То есть мы там занимаем и призовые, и победные места. Также, когда есть возможность финансовая, в первую очередь, ездим за границу. То есть участвуем в этапах Кубка Европы. Это не первый турнир для некоторых молодых участников. Многие из них призеры различных чемпионатов. Были в Христиновке этап международных соревнований в Украине. Взял третье место. Потом вторые соревнования я стал чемпионом. Это у нас в Молдове этап Кубка Европы. На аэродром приехали с семьями, с детьми и внуками, чтобы посмотреть на красивый полет крылатых машин. Такие соревнования – зрелищные и захватывающие мероприятия. Наверное, интересно для детей, для людей. Наверное, интересно. Такой первый раз у нас в этом городе. Пораз, что как они ленточки резали и как они летали. Можно, да? Очень красиво. Я никогда такого еще не видела. Глядя, с каким увлечением и интересом детвора следила за ходом соревнований, стало понятно – у авиамоделирования есть все шансы вновь возродиться в городе Чадар-Лунга.